Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему драгоценному вниманию. Тема «Зов будущего Я. Многомерность реальности». Не пропустите, тема интересная. Дорогие друзья, многие из вас знают о том, что наш с вами мир многомерный, то есть он состоит из множества реальностей, которые тесно переплетаются друг с другом. В каждой реальности есть вы. Но в каждой из них вы можете быть совершенно иным. Пример. В одной реальности вы врач, который проживает в Европе, у вас хорошая работа, семья и множество друзей. В другой реальности вы учитель, у вас нет семьи и сложная, нестабильная работа. В обеих реальностях у вас разные знания о себе и о мире, совершенно разные увлечения и хобби. Но есть то, что вас объединяет. Это душа. Многие думают, что душа проживает опыт бытия только в одной реальности. Но это не так. Она старается прожить максимальный опыт. Быть может, вы слышали о том, что у каждого человека на Земле есть его двойник, который, как правило, живет в другой стране. Я лично не встречал своего двойника, но мне много раз говорили о том, что видели моего двойника в других странах. Я не удивляюсь, так как наш мир многомерен. Будущее я – кто это? Это вы и не одновременно, но в большей степени все же вы. Как такое понять? Опять мы с вами возвращаемся в состояние многомерности реальности и мира. Будущее я – это вы спустя один или более лет. Между вами присутствует временная энергетическая стена. Для вашего будущего я, вы – это прошлое, то, кем оно было для вас. Это будущее – то, кем вы можете стать. Раньше будущее я не выходило на контакт с человеком, то есть со своим прошлым. Но мир меняется, и сейчас будущее я стало выходить на контакт. Для чего оно это делает? Дело в душе, в том, что душа видит, что вы можете совершить выход из кривой линии жизни в совершенно другую сторону. То есть будущее я старается затормозить тот путь, по которому идет человек вперед. Можно сказать о том, что ваше будущее я зовет вас в будущее, чтобы вы, настоящий, соединились с самим собой в будущем. Как понять то, что ваше будущее я, то есть вы из будущего, зовет себе двигаться вперед по другой линии жизни? Понять это несложно. Достаточно проанализировать свою жизнь и прислушаться к себе. Первое. Вы устали от повседневной жизни, от того, как она идет. В какой-то момент вы говорите себе, все, с меня хватит. Пришло время менять свою жизнь. С понедельника займусь спортом и фигурой. Как я устал от этой работы, нужно ее менять на другую. Мне не нравится то, как я выгляжу. Необходимо пересмотреть мое отношение к своему питанию. Второе. Вы чувствуете, что способны на большее, чем то, кем сейчас являетесь. Третье. Вы постоянно взглядом цепляете одну и ту же информацию, например, книга. Четвертое. У вас появляются мысли освоить новый навык, будь то изучение иностранного языка, новой профессии. Новых навыков. Программирование, 3D-дизайн, редактирование фотографий, написание стихов, написание музыки. Пятое. У вас присутствует усталость от своего города. Вы прожили в нем часть своей жизни и больше не желаете в нем жить. Хочется куда-то переехать, но вы не знаете, куда и как сложится жизнь на новом месте. Шестое. Вы находитесь в длительном браке, но он вас не устраивает. Вы терпите, соглашаетесь, вновь терпите, но терпение уже закончилось. У вас начинается депрессия от видимой безысходности. Дорогие друзья, примеров намного больше. Это лишь малая их часть. Ваше будущее «Я» зовет вас в будущее, но это будущее совсем другое. Для того, чтобы дойти до него, необходимо измениться, возможно, внешне, а возможно, внутренне. Невозможно попасть в совершенно другое будущее, самого себя не изменившись. Вот почему будущее «Я» зовет вас вперед. Да, соглашусь. Могут присутствовать страхи, волнения и переживания. Даже может быть такая сильная неуверенность в себе, что сделать первый шаг крайне сложно, словно вы стоите над краем пропасти. Как сделать первый шаг? Как помочь себе начать менять свою жизнь? Уверен, многие вам говорили о том, что это легко, стоит только начать, но это не так. Они лукавят и не договаривают. Действительно, сделать первый шаг очень сложно, но вам помогут мои слова, которые я порой задаю себе. У меня всего одна жизнь, время летит, идет вперед, день за днем я становлюсь все старше и старше, нельзя останавливаться на своем пути. Если я остановлюсь, кто поможет моим близким? Я должен максимально раскрыть свой потенциал в этой жизни, но не для себя, для людей, близких и всех тех, кому нужна моя помощь. Жизнь протекает очень быстро, и важно не только помочь окружающим, но и оставить после себя не только воспоминания, а наследие, оставить после себя то, что будет помогать многим людям, даже тогда, когда мой жизненный путь на этой земле завершится. Сложно описать словами, как порой крайне тяжело и трудно приходится в этой жизни. В такие моменты сжимаешь зубы, видишь перед собой цель и идешь к ней, да, порой через боль, стресс, апатию, но идешь, не сбивая шага. Кто может пройти ваш путь, если не вы? Источник, Творец и все Высшие Силы всегда дают мотивацию, и только от самого человека зависит, реализуется ли он. Легче всего это сдаться, да, именно так. Легче всего сдаться, винить себя, окружающих и всех тех, кто придет на ум. Это форма защитной реакции нашего ума. Дорогие друзья, наше тело, сознание и материя реальности, они изначально настроены на покой, то есть нестатичное состояние. Вот почему сложно что-то начать, и потом порой сложно двигаться вперед. Замечали ли вы, что как только вы перестанете концентрироваться на своей цели, уменьшаете свой ход к ней? Можно сказать, даете себе слабину. Сейчас есть модное слово прокрастинация. Как только вы прокрастинируете, все начинает рушиться, не сразу, постепенно, но все же рушится. Это потому что все стремится к покою и статичности. Это еще один момент, почему будущее «Я» стремится выдернуть вас из кривой линии жизни. Дорогие друзья, прислушайтесь к себе. Если чувствуете зов будущего «Я», откликайтесь на него. Да, будет тяжело и сложно первое время, но вы будете притягиваться к лучшей версии себя. Желаю каждому из вас успехов и любви. С уважением и любовью к вам, Михаэль. Маленькое дополнение. Тем, кто уже достаточно долго на этом сайте, то вы можете видеть, как какие-то, казалось бы, противоречия. То есть один говорит, не напрягайся, расслабься, играй, пой, люби, танцуй. А другой говорит, напрягись, начни контактировать со своим «Я», преодолей. Да? Но ведь вы же понимаете, что каждый передающий на своем этапе развития или на своем этапе прохождения своего урока здесь на земле или на своей точке, на своей временной линии. Откуда он вам подает информацию? Со своего градуса восприятия. И очень будьте внимательны, потому что, возможно, вы не на этом пути. А может быть, вам еще предстоит пройти этот путь. И очень немногим уже прошли этот путь. Понимаете, в чем дело? Поэтому вам очень сложно синхронизироваться со всеми сразу. И с одной информацией вы будете больше синхронизироваться, с другой информацией меньше. Так так и должно быть. Потому что, когда мы воспринимаем что-то очень далекое, вот там, где-то оно, конечно, нам сложно. Конечно, мы какой-то долей себя синхронизируемся с этим, но ничего, зато мы делаем шаги. И когда-то нам будет казаться это простым, ясным, понятным и даже легким. Здесь очень важно не судить. Не судить, а быть наблюдателем. А потом уже участникам по собственной доброй воле. И второе, что хотелось бы добавить, когда требуют что-то от архангелов, или требуют, а когда закончится война, а когда прекратится насилие. Так, дорогие друзья, это же не к ним, у них-то нет насилия там. Это к нам. Это вопросы к нам, когда мы прекратим думать с ненавистью о других, когда у нас появится доброжелательность, когда мы будем посылать свою любовь в мир. Чем быстрее мы поймем, что жизнь ценна каждая, тем быстрее закончатся войны. И уже в ноябре будут просыпаться массы. Это будет тяжелый момент. Видеть, как ты жил, это непросто. Это испытание тоже. Потому что будешь думать о себе, как о самом последнем существе. Но преодолеем. И я слышу вопрос в пространстве. Как? Да очень просто. Влюбитесь в себя. Спасибо. Так. Спасибо.